Музей боевого братства в селе Соколова вновь встречал гостей. Накануне празднования Великой Победы сюда на экскурсию приехали ветераны из города Мерефы и представители ветеранской организации Змивского района. Многие представители старшего поколения из соседнего города впервые посетили исторические места героических боев Чехословацкого батальона. Каждая пять этой земли омыта кровью. Гости и ветераны нашего района посетили мемориал памяти и братские могилы, расположенные на территории села. Возложили цветы и вспомнили о героическом бои, который состоялся здесь в марте 43-го года. А также ветеранская организация города Мерефы из Меревского района обменялись памятными подарками. Более подробно о истории этого села, бессмертном подвиге чехословацких воинов, которые приняли на этой земле свое первое боевое крещение, ветераны узнали в музее. Его директор Александр Куц провел для гостей интересную экскурсию. Особенно приковала взгляд ветеранов музейная диорама. В числе прибывших в Соколова ветеранской делегации племянница и внучка нашего земляка, дважды героя Советского Союза Захария Карповича Слюсаренко. Таисия Ивановна Майборода – почетный гражданин Харьковского района. Уже много лет возглавляет музей боевой славы. Говорит, что свято бережут память о дяде-герое. На боевой путь я шел от солдата и окончил он боевой путь генералом армии. Мы святочим память об этом человеке. В нашем городе есть тоже памятник, установлен около Меревьянского стекольного завода, там, где он начинал работать. И когда было столетие со дня его рождения, были проведены соответствующие торжества. Внучка Захария Слюсаренко Тамара Андреевна Москвитина не бывала на родине дедушки уже около 30 лет. Она продолжила династию Захария Слюсаренко, который долгие годы работал на стекольном заводе. Ну, я, конечно, продолжала, и сейчас я не работаю на пенсии, но продолжаю династию и, как бы, вот эту традицию, где мой работал дедушка на стекольном заводе. Я проработала 38 лет на стекольном заводе. Встретился с уважаемыми гостями и глава Змеевской районосадминистрации Евгений Мураев. Он отметил, что в Змеевском районе свято чтут память о подвигах и героях войны, а также рассказал о грядущих масштабных реконструкциях Соколовского музея боевого братства. В следующем году 70 лет Соколовской битвы будет очень большое мероприятие. Приедут Чехии, Словакии. Мы проведем капитальный ремонт, видели, начали уже фасадную часть и перейдем к экспозиции. Все ценное, все красивое, что осталось, да, дружбы наших народов, мы, естественно, сохраним. Но мы, у нас было пару неприятностей, да, с хищением экспонатов, почему сейчас здесь не все представлено. Займемся мерами безопасности, построим новые стеллажи, да, сделаем это современным, мультимедийным, вот так, как сделали в Тарановке, чтобы были и ролики. Наша гордость панорамой, естественно, будет занимать центральное место. Вот этот зал, который слева, мы сейчас ведем уже переговоры, приезжала делегация с чехами, словаками, мы полностью отдаем их. Они разместят все экспонаты, документы, предметы того времени, свое видение этой войны, да, в этом зале. То есть мы создадим им условия, они нам все предоставят. Сейчас мы тоже провели уже переговоры с директором, имею в виду директор музея и директор нашего произнавческого музея, с Укра-Барон-Кромом, они нам предоставят экспонаты, которые мы тут разместим. У нас очень много раритетных, очень важных для истории экспонатов, которые находятся в запаснике. Пока мы не проведем определенный уровень работы, жалко их сюда и страшно выставлять. Ветераны города Мерефы подружились с представителями ветеранской организации Змеевского района. Свою дружбу, как полагается, скрепили боевыми 100 грамм. Покидали Соколова с массой впечатлений и хорошим настроением. Говорят, что теперь ждут змеевчан в гости на своей земле, на которой также есть что посмотреть.